Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В эфире программа «Дневной разворот» на часах начала 12-го. Здравствуйте, говорят вам ведущие программы Николай Голиков и Владимир Сметанин. Они сказали, что сегодня у нас, наверное, одни из самых животрепещущих тем в развороте. Да сегодня день, вот, Володь, давай начнём с того. А, день животрепещущих. Сегодня день последних звонков. Если для детей этот день большой и праздничный, для взрослых довольно-таки напряжённый. Не забывайте, что сегодня у нас день трезвости в Кировской области. Один из четырёх дней в году. Один из четырёх белыховских дней трезвости сегодня. Белыховских. Ну, так их в народе называют. Собственно, по руководителю, который вёл эти дни. То есть сегодня вот такой день, поэтому, ребят, не торопитесь, сегодня спешить некуда. Вот такое предупреждение дает Николай Голикова. Ладно, первая животрепещущая тема. Ну, я начинаю со второй половины дневного разворота. Мы окунёмся сегодня в коммунальное хозяйство, но не целиком, а так вот чуть-чуть, чтобы не утонуть там вместе с Андреем Воробьёвым, руководителем автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт». Ну, во-первых, мы поговорим о том, как правильно организовывать собрания собственников квартир. А эти собрания нужно организовать во многих случаях при принятии очень важных решений. Поговорим о плате за горячую воду. А также ещё поговорим о капитальном ремонте, о так называемом энергосберегающем капитальном ремонте. Это всё во втором часе. И наша первая тема – ход ремонта дорог в нашем городе. У нас всё что не тема, всё животрепещущая, я понимаю, даже как-то не знаю. Какой из них более животрепещущий назвать? Ход ремонта дорог в нашем городе, оценка общественных контролёров. И у нас в студии два общественных контролёра, члены региональной группы общественного контроля за содержанием, ремонтом улично-дорожной сети и организации дорожного движения. Виталий Брам. Виталий, добрый день. И Багир Шарифов. Здравствуйте. Багир Багир, добрый день. Вот огорчил он меня накануне, огорчил, вернее, материал, который вышел у наших коллег на сайте Айкиров. Это интервью как раз от Багира Багировича. Прямо процитирую. И у меня уже опускаются руки, заканчиваются нервы и патроны. Я уже не понимаю, что с этим делать. Но мы победим. Просто нужно перезарядить. Но мы же оптимисты. Нет, ну смотрите, тот самый масштабный ремонт дорог в нашем городе, он уже идёт сколько? Две недели, с 10 мая начался, вот он стартовал. И, наверное, у многих жителей города были такие радужные представления, да, очень позитивные. Ну вот смотрите, такие большие деньги в этом году выделены, 55 участков дорог. Эх, сейчас возьмёмся, исправим ситуацию максимально в лучшую сторону. Но у меня вот возникло накануне подозрение, это ещё вот до выхода этого материала, что что-то, возможно, идёт не так. Что получается? Ребят, вы надеялись на очень многое тоже, на позитив огромный. Но вот уже с первых моментов поняли, что что-то идёт не так. А что вы имеете в виду? Не знаю. Вы скотомлёры. Я имею в виду на полный подорожного ремонта. Ну, лично у меня, на самом деле, то есть ремонт только начался, мы выезжаем, смотрим, как он происходит. Пока таких прямо глобальных претензий я бы не сказал, потому что у меня есть. Вот прямо такие глобальные, что... Короче, ты сегодня добрый полицейский, да? Я сегодня добрый, Багир себя злой. Хорошо, распределили. Да, то есть, единственное, то есть, опять, из года в год у нас проблема ямочный ремонт. То есть, в этом году 55 миллионов рублей, там, замечу, два контракта, один на 35, был зимой разыгранный на 20, вот сейчас, который производится. Опять мы едем, вот эти какие-то изобразительные искусства на дорогах, там, битумом, который производится. Как батюшка всех крестит, вот они так же битумом там поливают, рисуют какие-то кресты на дорогах. Вот это что? Это тоже деньги, тоже 55 миллионов рублей, которые уходят куда-то в никуда. Эти 20 миллионов, соответственно, на тех участках дорог, которые не попали, да, вот в этот список капитальный? Ну, это аварийная яма, которая, безусловно, без ямочного ремонта обойтись вообще, как бы, нельзя. Он, безусловно, нужен. То есть, есть ямы, в которых люди пробивают свои колеса, колечат свои машины, но эти участки дорог, естественно, не попали в список ремонта, потому что денег мало. Хотели, как лучше, ямочный ремонт, это наиболее такая яркая иллюстрация, это когда мы открыли дороги, создали ямы, которых у нас и без этого достаточно, а потом через неделю, месяц начали их заливать. Ну, продолжай, я так буду иногда. Лидий, погиб, продолжай, продолжай. Ну, вот, честно говоря, я еще не видел ни одного участка дороги отремонтированного, ну, как-то вот так не получилось. Улица Горбунова, вот сейчас у нас Константин Сечихин там как раз был на, условно говоря, приемке условной, там приехали из администрации, все прочее. Мы тоже там вчера были с нашим коллегой, с Шамилем, но мы увидели проблему, то есть там отсутствие бордюров, отсутствие отсыпки обочины. То есть дорога уже сделана, но бордюров нет. Бордюров в контракте нет. А, то есть бордюров еще в контракте нет, то есть дорогу сделали, а потом придут мужики, возьмут ломы, начнут ее ломать и ставить новые бордюры. То есть технологии, естественно, сначала укладываются бордюры, потом уже... По идее, да, даже не по технологии, по логике, да, сначала ставьте бордюры. На самом деле там есть более существенная проблема, это ливневка. Эту дорогу смотрят еще и не годы. Да, ее отсутствие абсолютно. То есть ее тоже не было в проекте? Нет, там нагрузка на почву плюс уклон достаточно серьезно большой, и вот в определенном месте скопление воды будет просто адское. И самое страшное, что эта вода будет утекать в дворы, то есть мы там вчера были, уже жители там домов прилегающих, жалуются, говорят, и так там текло, сейчас еще больше будет течь. Видят эти все уклоны, и проблема присутствует. Уклон есть, ливневки нет, бордюров нет, вода куда? Проблема в том, что изначально на уровне, когда составляется техзадание, вот эти моменты были не проработаны по какой-либо причине? Может быть денег не хватило, как обычно говорят, да, может что-то еще сложилось не так. То есть пункт номер один, ДДХ, при составлении технического задания, забыли положить вот эти самые бордюры по улице, указанной свыше. А вообще где-то по городу вообще бордюры предусмотрены в этих контрактах? Предусмотрены, да. На улице Липсия уже меняют, уже менять начали недели три назад. Что значит забыли предусмотреть? Не предусмотрели, я это называю саботаж и халатность на самом деле. Нет, погодите, вот это техзадание составляло еще, по-моему, до того как оно же заранее составляется. Ну конечно. Не исходя из тех денег, которые послали, оно просто было составлено, когда деньги пришли, стали распределять куда, что, как. Ну конечно. Но на самом деле эти деньги, они были запланированы, то есть город участвовал в этой программе, чтобы участвовать в программе безопасной качества дороги. Безусловно, все участки были определены еще в прошлом году. Да, потому что еще где-то осенью было известно. Осенью, да, то есть город участвовал в программе, естественно, попал в нее, слава богу, что попал. Но вот есть проблемы явные, да, то есть я считаю, что это компетенция дирекции дорожного хозяйства. Я считаю, что дирекция дорожного хозяйства должна расти. Вот мы увидели там нового директора. Что значит расти? Профессиональный рост или количественный? Что ты имеешь в виду, Виталий? Качественно. Количество там вроде уже нормально. Сколько мы насчитали? Больше 40 человек, да? Надо удобрять, надо навозить, так сказать, поливать и так далее. Это то же самое, что, смотрите, я вам сейчас сошью ботинки, а подошву забуду тупо приклеить. Ходите на здоровье. Вот примерно так это выглядит. Вопрос номер два, это ливневая канализация по всему городу. Вот на улице Жуковского в принципе ее нет. Там возле самолета, там ГДМС, сказали, ребята, что делали. Колодец за свой счет, в тех задании его нет. И они очень рассчитывают, что его примет ДДХ Коплатье. То есть они делают колодец за свой счет, которого нет в контракте? Ну, смотрите, они же подписали гарантию 4 года. Вынуждены. Если бы они не пошли на этот аукцион, то просто потеряли бы рабочие места, деньги, обороты и так далее. Техника стоит обновлять, надо лизинг. Они вынуждены. ДДХ это прекрасно знает, поэтому таким образом оно создает атмосферу, ну, мягко говоря, выгодную для себя, невыгодную для подрядчика. Если там нет лимневки, ты подписан на 4 года, ты понимаешь, что тебе дешево. И тебе дешевле ее устроить, поскольку, если ты этого не сделаешь, то влага зима, осень, весна, перепад температуры, размоет, пойдет, так сказать. То есть ты все 4 года будешь ремонтировать собственную дорогу за бесплатно получится? Я дешевле сделать, да, эту ливневку. А такая самодеятельность, она как с правовой точки зрения? Нет, там есть ливневая канализация, просто ее надо было... Ну, как она есть? Она там гипотетически есть. По большому счету у нас нет проекта ливневой канализации в городе. Это очень серьезная проблема, если задать этот вопрос мэру и напрямую через ДДХ, то ответа мы не получим. Экс-начальник благоустройства и транспорта управления Вячеслав Симаков недавно говорил, что проект полной организации ливневки в нашем городе около 24 миллионов стоит. Сделайте хоть что-нибудь. В конце концов, она есть, она местами закопана, она местами залита, забита асфальтом. То есть эту работу потихоньку делать нужно. Вот понимаете, я уже несколько лет слышу на любой вопрос денег нет. Начиная от начальника управления благоустройства, директора здравоохозяйства, мэра городской думы, премьер-министра, который открыто говорит страны, да. Ну, слушайте, ну, деньги-то есть, но их нужно просто взять и потратить грамотно. То есть если мы сейчас говорим, что мы тратим миллиард, больше миллиарда на ремонт дорог в городе, то почему возникают какие-то проблемные моменты, из-за которых дороги будут разрушаться намного быстрее? То есть, ну, давайте логику включать, здравый разум и все прочее и так далее. Там есть логика, она другая. Каждый год нужно брать эти деньги и рассовывать по карманам, да, ну, гипотетически. И потом, смотри, если дефицит там бюджета города 180 миллионов, то надо понимать, что Крут, так сказать, в прошлом году проводила проверку и нецелевых денег на создание каких-то там проектов нашла 270, то есть уже закрыли, да. И это только одно направление. Остальных направлений, так сказать, тема тьмущая. Тут проблема-то еще вообще в целом во всей системе. То есть мы сейчас видим, мы радуемся тому, что у нас миллиард на дороге. Слава тебе, Господи. Спасибо, Боженька, что не обделил нас, но проблема... То есть тебе тоже досталось, да? К сожалению, нет. Проблема-то знаешь в чем. То есть в этом году миллиард, в следующем году миллиард четыреста. Это что, известно уже? Ну, это планируется. Планируется, да. В этой программе, да, планируется, на самом деле, еще больший бюджет. Я вообще слышал, что чуть ли не два в следующем году. Может быть, да, чуть ли не два. Но за эти два года к выборам нашего царя-батюшки мы закатаем весь город. По нему можно будет ездить. Слава тебе, Господи, что можно будет проехать. Но возникает проблема, что этого ремонта хватит на 3-5 лет. Через 3-5 лет. Судя по словам по той же Ливневке, похоже, многих участков хватит там на год. Я оптимист. А вот смотрите, руководитель ГДМС Алексей Вепрев говорит о том, что чтобы хотя бы в нормальное состояние дороги в нашем городе привезти, то нужно 8-10 лет и каждый год по миллиарду выделять. Ну, господин Вепрев, у него логика своя, она прекрасная. И на самом деле, господин Вепрев, уважаю, как специалиста, он, безусловно, хорошо выполняет свою работу. То, что те обязательства, которые на него увязаны, подвешены, да, то есть, ну, насколько они совпадают с нашими. Я не понимаю, хвалишь, развиваешь, нам дали денег. Хвалю, а господин Вепрев, он в то же время, я прошу уже заметить, что хорошо выполняют те обязательства, которые перед ним стоят. Но это не обязательно говорит о том, что интересы совпадают у нас и у господина Вепрева. У нас, в любом случае, немножко разные интересы. У него есть интерес компании, интересы какие-то прямые, косвенные кеты, так понимаю, скорее всего, на мой взгляд. То, что он говорит, нужно вкладывать там примерно 7-8 миллиардов, это на самом деле так. Даже, наверное, больше. То есть, нужно понимать, что вот сейчас есть у нас миллиард, на него можно сделать 100 километров дорог, как в этом году будет примерно. Ну, поменьше там, по-моему, 85 или 87. Ну, не суть. Слушайте, я считал, 40, минимум 400, там, следующая цифра по области. Ну, поскольку он, наверное, имеет в виду только дорожное покрытие, а у нас процентов 50 дорог требует капитального ремонта, то есть полотно в том числе. Да, он, кстати, об этом тоже говорит, что нужен капитальный ремонт. Нам пора сделать паузу. Но капитальный ремонт, это... Виталий, 30 секунд, пауза. 30 секунд, продолжим. Потом продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Ход ремонта дорог в Кирове, оценка общественных контролёров. Виталий Брам и Багир Шарифов, наши собеседники. Ну, вот я должен посмеяться над заявлением. Да, вот насчёт Виталия, конечно, у меня возникли большие сомнения, как-то вот, вследствие его некоторых заявлений, там, сказать, Виталий, я не знаю, тут ты должен сам поставить точки над «и», конечно, но, как минимум... Так, вопрос-ответ. Возникло профессиональное сомнение в твоей пригодности как контролёра, потому что очень оптимистичны слова твои, там, нам дали денег. Нам, я говорю, за город, за бюджет города. Бюджет города получил миллиард. Из них 600 миллионов из федерального бюджета. К сожалению, в одном моменте же федеральный бюджет забирает миллиард сто с акцизов. С первого января пришло изменение отчислений. Давайте называть вещи своими именами. Нам дали столько денег, сколько у нас взяли. Просто взяли больше, поэтому дали больше. Нет. Это называется... У нас взяли больше, дали меньше. Два раза. Ага, ну, если меньше, тогда о чём мы говорим. Причём взяли со всех регионов, с 86 субъектов, а дали 38 субъектам. Я говорю локально. У нас взяли больше, а акцизы на топливо, мы имеем в виду, да, увеличение с 1 января. Акцизы на топливо увеличились отчисления федерального бюджета практически на 20%. То есть, если раньше оставалось более 80... Москва тебя побольше взяла. Если раньше оставалось в региональном бюджете более 80%, то с 1 января 2017 года с 80 уменьшилось до 60 с чем-то процентов. То есть, а это примерно миллиард, миллиард сто. Дали нам 600. Спасибо тебе, Москва. Ребят, я предлагаю пройтись по ключевым моментам, чтобы, ну, как минимум, наши слушатели, ваши слушатели могли помогать нам. Давай, Володя, чего вот что, давай ему напомним телефон нашего эфира. Да, кстати, 211-101, потому что я не знаю, думаю, что будут звонки Виталий конкретно к тебе. Смотрите, конкретно. На кого работаешь, господин Роман? В первую очередь автомобилистов я прошу, да, высказать своё мнение. Если вы уже видите, где ремонтируются дороги, как вы это всё воспринимаете? Если позволите, я отмечу все проблемные моменты, на которых... Ну, про бордюры сказали уже. Бордюры номер один, второе — ливнёвая канализация, которая должна была быть заложена в проект технического задания, её там не было. Третье — это люки из, ну, скажем, по улице Труда, из Мопро, из Труда. Труда, Труда. В общем, и по той, и по другой, около 150 люков в тех задания прописано всего лишь 5. Так там 5 на одном перекрёстке, 12, по-моему, на Труда и Свободы. Ну, как бы их нет в тех заданий, вот в чём проблема. И я не буду делаться, вчера съездил по строителям, там тоже они не все. Это же самая знаменитая наша такая паровая завеса, там всегда такой паровой облак. Поехали третье — понятие «карманы». Вот, их, в принципе, не существует, их делать нельзя, их делают на свой страх. Карманы парковочные. Ну, как бы... Ну, вот на Мопро карман закатали, там я рядом живу, смотрю, там сделали его. Да, патриотчик сделал. Но его технологически нельзя закатать тем технологическим способом, материалом, которым, так сказать, нужно, чтобы он выдержал 4 года. То есть эту проблему все понимают. А там какие-то особые требования к карманам к этому, да? Ну, не заезжает туда асфальтоукладчик, каток с трудом и так далее. Ну, там какой-то небольшой такой катал, вкатывал. Ну, вот не заезжает асфальтоукладчик, не сделать, понимаешь. Поехали дальше, Люки. Давайте звонок примем, запомните, на чём остановились. Да, на асфальтоукладчик. Алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Юсуф меня зовут. Да. У меня такой вопросик к вам, наверное, скорее всего, специалистам. Вот, буквально в прошлом году проходил ремонт дороги в Костино. Ну, как ремонт? Ну, как ремонт? Да, да, да. Ну, там свежий асфальт стелили так-то вообще-то. А, всё, я вспомнил. Я перепутал с тем, что делали перед Грюландией. Там от Першина до поворота на Сосновой, по-моему, да? Да, да, да. И вот именно на этом участке дороги внизу лежит асфальт. Сверху постелили наш кировский щебень, который, как сами знаете, от воды сразу превращается в грязь. В молоко превращается. Да. И сверху опять поселили асфальт. То есть сделали бутыр в рот. Как вы думаете, что с этим участком дороги будет через два года? Да развалится, к чёрту. А этот прошёл как капремонт дороги. А он ещё не развалился? Вот вопрос-то в чём. Гарантия 4. Нет, пока ещё нет. Ещё пока эту лесу пережил. Потому что прошёл один год. Ага. А не два, не три. Ну, молочко-то уже побежало. А по-моему, этот участок дороги именно ГДМС и делал. Ну, это, наверное, надо уточнить. Вот сейчас я проезжаю опять по этой Костинской дороге. И опять этот кировский щебень лежит на этой же дороге. Хорошо, Юсуф. Я его опять поселил асфальт. Юсуф, понятно. Через три года мы с вами будем иметь то же самое. Юсуф, понятно. В этом году этот участок, он снова ведь в списке дороги киров-русской. В этом году у нас киров-русской полностью на неё в контракте забито 220 миллионов рублей. Там длинная дорожка-то. Отдельно хотел поговорить про контракты, про проблемные вещи. То есть, вот сейчас по звонку давайте ответим, что я вижу. То есть, безусловно, то, что в прошлом году происходил ремонт на Киров-русской этом участке, там Костина. Там от Першина до Поворота, да. Где метро там делали. Не-не-не, там не делали ничего. Там был какой-то ремонт. Она сейчас в ужасном состоянии. Ну, дело в том, что там часть участка, в принципе, вот эти 40-тонные монстры компании ССК, они раздолбили. Да, они там возили материалы и все прочее. Ну, здесь нужно как-то... Нет, ну, там от Першина до Костина, там они уже не ездят, там они не строят. Ближе, который был ремонт. Там был еще ремонт. Ну, давайте вещи своими именами Жуковского. Там тоже самое масштабное строительство идёт ССК. Именно там делается дорога, да. Вот меня это немножко смущает. Я не утверждаю, конечно, но предполагаю, что вот есть там жёсткая достаточно связь. Понимаете? Ну, со строительством... Чтобы удобнее было подъезжать. С ликвидностью покупок там и продажи квартиры и так далее. То есть логика принятия решений. Там на той же Рублёвке, предположим, там Порошинская и так далее. Начинаем делать... В прошлом году это у мэрии, у КГБ, ФСБ, ГНИ и так далее. У налоговой. Ну, а где, говорите о логистике, если Виталий заметил, что там большие форы машины ездят, значит, должна существовать какая-то, ну, мягко говоря, компенсация воздействия на дорожную сеть. А это вопрос логистики, это опять же вопрос мэру. Вот я хочу заметить, что всё-таки у нас должен быть, ну, как бы хозяйственник, который все эти вопросы в комплексе должен решать и взаимодействовать. Вчера ездил тоже по строителям Жуковского, обратил внимание на то, что дороги, они раскопаны, и там тот же ГДМС не может укладывать там асфальт, поскольку ещё ведутся работы организациями обслуживающими. Ресурсники, что ли, работают? Ну, конечно, и причём вот кто должен их взаимодействовать и связывать, ну, если не до ДХ, этого не происходит. Улица Калинина там четвёртый раз за год перерывается и зимой, и летом, и весной, как будто вот межсезонно, там одна и та же яма. Подождите, прошу прощения, мы немножко уже забыли про звонок, Юсуф, и я всё-таки хочу вас попросить, как общественных контролёров найти время, уделить внимание вот этому участку. Найдёте время, посмотрите. И в том числе посмотреть, что там за щебень лежит, и почему, правда, молочко течёт. Уральским должны, вроде бы, засыпать-то. Просто надо поднять все документы, вот через общественную палату мы сделаем запросы, получим ответы, и обязательно в следующий раз там в течение. Хотя, видите, они эти ответы как бы дают избирательно. Вот, например, сегодня пришла информация о том, что нужно принимать там в Макаре дорогу, а потом отбой оказалось, официальное письмо, а потом оказалось, что, ну, мягко говоря, кто-то что-то перепутал, и неделю назад уже всё приняли. Опять же, приняли без присутствия, ну, мягко говоря, тех же общественников, да, представителей общественной палаты. Это идёт в разрез. Слушай, я об этом не знаю. Ты об этом знаешь? Нет. Неделю назад что-то приняли, ты об этом не знаешь. Слантин Сечехин, допомним, региональный непосредственно, руководитель непосредственно региональный. Слушайте, ребят, если мы Рак, Щука, там кто-то ещё, ну, поехали, а если мы действуем там полноценно, в прошлый раз на общественной палате обсуждали ту же самую тему, давайте, ну, как минимум выстроим отношения с ДДХ. Вот на сегодняшний день, я думаю, что они выстраиваются, что полностью они не выстроены, это важно. Ну, а первый шаг сделан ДДХ на своей страничке ВКонтакте, каждый утром размещают список участков ремонта на предстоящий день, это очень хорошо. Спасибо, господин Менкин. Вы умеете пользоваться теми, мы очень рады. Ну, давайте спасибо, давайте спасибо ещё скажем за то, что там какие-то ролики выходят и так далее, за то, что мы там улыбаемся. У меня, у меня, у меня, у меня, у меня, передо мной, передо мной список вчера, сегодня, да, 23-24 мая, это сегодня Виталий утром опубликовал. Я скажу спасибо, когда будут везде ровные, хорошие дороги. Вот другого спасибо я не скажу, да вот это вот ВКонтакте, это для меня промежуточный этап, я управленец, я не понимаю нового подхода, как только вот, нежели получить результат. Да, промежуточный этап, он уже показывает, что не всё хорошо, всё нехорошо. Прошлогодний опыт, он, ну, скажем, очень важный момент остановки усиления, там, этими плитами, да, вот в некоторой степени процентов на 50 включили в контракты. Да здорово, молодцы, делайте каждый год ливнёвку, люки и так далее, и не будет вам там цены. И ведь самое интересное, вот такое усиление можно сделать на каких-то других ещё участках, то есть у нас есть участки, где очень большой усиление для чего? Усиление, потому что там слишком большая нагрузка, то есть она выше, чем в пространстве, автобус тяжёлый, они останавливаются строго. А, они в пространстве, в самой площадке, да, да, да. Соответственно, на тех участках, которые сделали ремонт в прошлом году, уже в сентябре, в конце августа пошли дефекты на остановках. Мы про это сказали, заострили внимание на этом. Ответы были, конечно, денег нет и всё прочее, но в этом году включили в некоторые контракты, как я понял, да. Надо просмотреть ещё, вот я на самом деле так и не добрался до вот этих нюансов, но мы там доберёмся, сколько включили и всё прочее. Ну, если каждый год понемножку делать, то уже будет успе. Можно делать такое же усиление на каких-то проблемных участках, там, перекрёстках, ну, просто где там уже подушки, ну, нет. Ну, объективно говоря, ложить туда асфальт, значит, просто закопать на год. Ну, сделать там такое усиление не так дорого стоит, да, то есть положить плиты, сделать там подушечку и положить туда асфальт, ну, продержится намного дольше, в разы. Рекламная пауза у нас сейчас будет небольшая, полторы минуты мы продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В Кирове идёт ремонт дорог, я, честно говоря, не видел, потому что последние недели как-то всё в центре города кручусь, и вот как-то... Ну, я уже говорил о том, что меня вот на той неделе два-двое выходных подряд будила дорожная техника, мне это было очень приятно, когда делали улицу Мопро, сейчас немножко всё там подзатихло, хотя вроде бы ещё пока не закончили. Ну, в нашей студии люди, которые... Первая улица была Порошинская. Да, видят ежедневно этот ремонт своими руками. Я, к сожалению, пока там не живу. Там очень важная улица для нашего города, там даже Бомонджио. Это же тоже вызывает, да, определённые у вас претензии, насколько я понимаю? Почему? Вопросы по логике. Почему не с центра города? Почему начали, да? Ну, определённые претензии, это прямым текстом я называю это халатность и саботаж, потому что, ну, нельзя так делать. Вот давайте конкретно, у меня нет доверия словам представителя ДДХ, который сказал, что по этой улице были проекты, по остальным не было. Ну, вот давайте проверим, если есть кто-то, так сказать, желающий, не вопрос, строителей Воровского, там столько улиц, по которым, вот, поезжайте-ка по Воровского проедьте, Урицкого, Кольцо. Вы по Кольцу ездили? Капец, я там потерялся. Это почти по Северному Кольцу? Северное Кольцо. Ну, всё, к слову говоря, вот, для общественности будет приятно знать, что там нет нигде тротуаров, там тоже нет ливнёвки, там тоже есть огромный уклон, да, и там только лишь верхний слой, хотя подушка уже подгуляла, работа. Ну, ладно, там находится ДДХ, пусть терпят, да, вот там они, где-то. ГДМС, ГДМС, да, ГДМС, да, ГДМС. ГДМС, да, ГДМС, пусть терпят, а вот там, где ребята, там, Воровского и остальные улицы, конечно, нужно делать в первую очередь. По-моему, это Блаш. Знаете, самое-то интересное, что они ведь сами это всё понимают, они сами себе роют яму. Ну, это все слышат, видят, да, если ты так делаешь, значит, ты умышленно уже, ну, так глубоко лизнул, что, мягко говоря, без языка остался сам. Здесь же ещё история, как бы, у нас не один контракт большой, слава богу, да, у нас есть два крупных контракта, один чуть поменьше и много-много маленьких, ну, 12, примерно, да. Ну, для примера, сколько больших? Первый контракт, значит, был, могу прямо сказать, то есть первый контракт выставлялся на торги, цена контракта была 426 миллионов, он опустился до 351. На 75 миллионов. На 75 миллионов выиграла компания «Город Ромострой». Виталий Брам. Заявлялось три компании. Это акционерное общество АРПТ, город Москва, Когуб, Вятавтодор, областной наш монополист, и городской монополист «Город Ромострой». Сначала москвичи сбили до 379 миллионов, потом Вятавтодор сбил до 350, там, с чем-то, и город Ромострой взял до 351. Второй контракт на 390 миллионов рублей. Почему-то ни «Город Ромострой», ни Вятавтодор на него не заявляются, заявляются москвичи и берут его практически по максимальной цене. По первоначальной цене берут, да? Практически, там, падение буквально 4 миллиона, 386 миллионов стало, было 390. Красиво подарили москвичам. Так, что все это значит? И сейчас вот мы слышим, и мы видим, что вот эти улицы, которые выиграли москвичи, компания АРПТ, делают Вятавтодор. Субподрядчик. Субподрядчик. Сейчас, вот, прозвучала цифра, буквально, там, час назад на улице Горбуновой от них, от представителя АРПТ, что они более 125 миллионов рублей отдали на субподряд. Вопрос, почему, первое, таким образом разбили контракты, они такие большие. Вопрос, второе, почему областное предприятие «Автодор», у которого Биустонна есть цели, прописанные в уставе, получение прибыли, почему не заявляются на этот идеальный контракт, там, больше половины контракта, это Киров-Русская, один участок большой, бери и делай. Почему не заявляются? Почему, как это, какие-то москвичи заявляются, отдают на субподряд? Багир, может, ты расскажешь, я не понимаю. Ну, введуя логики, на первом аукционе опустили на 20% ГДМС, на втором эти 20% отдали московскому подрядчику, выполняет «Автодор». Ну, все понятно. Ну, это значит, все сошлось. Все сошлось, да. Это значит, качество, технологический процесс, качество сырья, материаловый. Если «Автодор» сделает что-то плохое, то впоследствии понятно, что ему, как бы, эти деньги, ну, как бы, заплатят. Он сделает, я бы предположил себе, ВБТК, и, как победило, будет опять просить, слушайте, дайте денег, что-то, блин, как-то вот плохо нам живется. Я бы еще заметил по поводу технического оснащения «Автодора», который умирает. Ясно, что там 55 руководителей сменились за последние, там, 3 дня буквально, да? Умирает техническое оснащение, или что, в целом организация? Меня очень сильно беспокоит. В целом организация, это областная организация, масштаб у нее серьезнейший. Скажем, в Гирсово у нее есть довольно серьезные технические производственные площади, скажем, установка по производству битума. Из «Гудрона» раньше производили битум. Очень эффективная, ее, так сказать, уже разворовали. Само Гирсово уже там разбирает пути. Последний раз у Маштогорского мы с Брамом были, спросили, что собираетесь делать? У Маштогорского больше нет. Что собираетесь делать? Либо продавать, либо развивать. Он сказал, развивать, конечно, будем, дорогие. Что вы? Я говорю, слушайте, в чем подвох? Ну, так мягко стелишь. Сказал и уехал. Теперь нет того спросить. Ну, щебет, например. А Вятавтодор? А Вятавтодор? А, в смысле? Ну да, в Вятавтодоре тем временем разбирают подъездные железнодорожные пути. И серьезная очень проблема. Вы зря вот улыбаетесь. Это колоссальные деньги. В прошлом, пару лет назад они хотели за 300 миллионов продавать, или за 200, так сказать, переоценили. А сейчас даже этих денег там не собрать. Никто эту отрасль развивать не будет. Вятавтодор уходит в банкротство. Я так полагаю, что не просто так. Виталий, я не могу пропустить мимо ушей. Что значит? Машногорского больше нет. Человека, который возглавлен в Министерстве транспорта. Так, новый министр, что-то там, Порш, не помню фамилию. Порш? Порш. Порш. То есть ты уже их так по автомобилям называешь? Турбайс. На самом деле, да. То есть так получилось, как бы, это же проблема муссировалась довольно активно в СМИ. То есть у нас министра, то говорили, что нету, уволился, то он в отпуске. В отпуске шел, да. В итоге выявили, что на самом деле его нету. У нас сейчас уже новый министр. Официальная информация была от областных властей, что он в отпуске. В отпуске, да. Обычно перед этим уходят в отпуск, да, надо гулять. Погулять, да. Ну вот проблема в этом. То есть, а как он поперзно заходил? Инновации, метод холодной регенерации, МАДИ, там все прочие штуки. Подождите, у нас новый министр транспорта уже, что ли? Насколько мне известно, да. Ну, эта информация еще нигде не была. Ну, вот ты бы эту фамилию вспомнил, а то пока мы только марку машины знаем. Правильно, все-таки Порш. Порш. Порш вообще, конечно. На самом деле, столько лапши меня никто никогда не вешал. Но, с другой стороны, убедите меня, пожалуйста, вот у меня есть сомнения. Искренне абсолютно. Я не хочу никакой клеветы, ничью репутацию, так сказать, может быть, как бы подвергать сомнению. Но убедите меня в том, что вот эта разница в 20% с полмульта не уходит, мягко говоря, на реализацию там иных целей через московскую компанию, которая делает все руками Вят Автодор. Потому что Вят Автодор, он, ну, понятно, что потом идет в, я полагаю, в банкротство. Или как минимум скажет, что, ну, вот неэффективная деятельность, минуса по балансу, и дайте денег область. Ну, как победила... Уже по итогам этого года, на ваш взгляд? Убедите меня, что это не те деньги, которые пойдут, ну, например, на выборы. Так. Вау, вау, вау. Интересный. Интересный оборот, да, интересный оборот сюжета. Переходим от чисто такого технического вопроса к вопросам политическим. Это не утверждение, это вопросы. Я понял. Вопросы. Ну, вопрос-то, на самом деле, в эффективности управления. То есть, если у нас есть областное предприятие, то почему оно идет на субподряды, естественно, уменьшая свою прибыль в этом, а не заявляется напрямую? Мы так долго говорим про конкурентную среду, про все прочее. Ну, в реальности, почему? На самом-то деле, нам ведь как объявили, что в этом году, на самом деле, очень много лотов, много участников, и сказать, что делать тот один уже нельзя, как раньше. У нас основных лотов два. Один на 350 миллионов сейчас, второй на 386, третий на 75. Безусловно, на первом лоте пришло крупнейшее падение в истории дороже отрасли Кировской области. Практически на 20 процентов, на 75 миллионов. Но еще раз говорю, вопрос-то у меня ко второму контракту, который не менее обширен, но там падение вообще не... Он более удобен, но почему-то без падения произошло с одним участником. Не заявился, кроме компаний АРПТ и компаний ООО «Лига» какая-то еще участвовала, ну, тоже не кировская. Ну, почему? Вот в чем вопрос-то. Если так выгодно, так все хорошо, если они хотят работать, если они работают по этому контракту уже сейчас на нас подряде, то почему они сразу не заявились? Это да, это на самом деле вопрос интересный. И это же, ну, мы говорили про министра, он как раз был в отпуске. То есть где-то видано, что министр транспорта был в отпуске, как раз в разгар дорожной вообще всей этой истории. Заворухи. Заворухи. Ну, где это видано-то? Что за бред-то вы устраиваете? Игорь Владимирович, я сейчас к вам обращаюсь, простите меня, но наведи порядок элементарный в вашем здании. Да, что ты заикаешься? Да, он как бы, я что-то в пуля, он из этого знает. И фамилию не сказал, непонятно, к кому обращаюсь. Так, пару минут у нас остается все-таки на нашу беседу, возвращаясь к сказанному Багире Багировичем. Но победа будет за нами, убедите нас, что победа будет за вами. Мы перезарядим обойму и пойдем вперед дальше. Конечно, слушайте, ну, с каждым днем, вот, хотел передать ребятам огромную благодарность. Они хотя бы, ну, хоть что-то как-то делают потихоньку, там, выкладывают. Дорожникам непосредственно? Нет, нет. Контролерам? Общественникам, да. Дорожникам, слушайте, ну, вот, чтобы совсем уже быть объективным, если тут очень серьезно пиарил Брам Вепрева, это в высокой степени профессионал, это единственное, что я могу сказать. Дальше технологические процессы нужно, конечно же, оттачивать и отрабатывать. Очень радует, что он в полетном режиме на свою технику для целей внутреннего контроля поставил, сейчас, видимо, планирует поставить видео там наблюдения, а впоследствии делился мнением, что, возможно, будет его транслировать куда-нибудь на какой-нибудь, так сказать, YouTube-канал. Чтобы мы все могли посмотреть. И смотрите, это значит, что человек заботится о репутации, да, своей компании, отрасли. Это вот радует. Это все равно, ну, мягко говоря, не без нашего участия происходит, понимаете? Поэтому мы важны. Важны они, вот те наши коллеги и партнеры, обычные граждане, которые нас сейчас слушают. Потому, блин, ребят, берите, пожалуйста, по телефону, там, камере, не знаю, инету, каждого есть, в чем сложность. Скинул на, там, группа ВКонтакте, группа в Фейсбуке, там, везде, где угодно. Уже стало полегче. Делай дороги, мы имеем в виду. Делай дороги. Посмотрите, сейчас вот вторая проблема будет на проспекте строителей, буквально взлетная полоса, шаттлы будем принимать, и потом будем отскребать вот этих вот рейсеров, правильно? И смотрите, ну, вот, радуйтесь ездить по этой дороге, классно же будет, да? Что, просто так с неба свалилось? Нет. Поэтому каждый свой вклад небольшой, если сделает, все будет значительно в вашей жизни. Ой, правда, потом ГИБДД может потом сказать, что дороги отремонтировали, или что-то у нас. Сказали, аварии повысилось, да. Уже сказал, по-моему, наш мэр, если не ошибаюсь, что-то подобное. Да, кстати, как вам заявление того же Вепрева о том, что, почему асфальт-то кладется в сырость в лужи? Потому что бывают такие ситуации, что асфальтобетонная смесь может остыть, и она уже станет непригодной. Ну, увези обратно, остыло, увези обратно. Твои проблемы, в принципе. Я сейчас не готов, так сказать, долго комментировать, времени жалко, но в его словах есть доля правды. Я просто просчитывал, это хорошо знаю, ребят, которые там укладывали этот асфальт, проговаривал с Алексеем. Действительно, технологически ему оптимальнее. Так, машина, это сколько-то, тонн 25, да? А из дороги убрать там 2 тонны, это другие деньги. Но они, тем не менее, гарантию все-таки несут, правильно? Это так, парфоменс, такой информационный анонс, раскатать там подрядчика, случай случился, вот они это не упустили сделать. Но это не показывает качество службы ДДХ. Ты, Виталий, видел кого-нибудь из представителей ДДХ во время своего осмотра? Я ни разу, один раз Менькина на той дороге. А не сейчас, а 30 секунд, 20 секунд. Значит, мне не повезло. Ну что, я думаю, что в плановом режиме, если не форс-мажоров никаких не будет, мы в июне где-нибудь обязательно встретимся еще раз, да? Еще раз поговорим о том, что за месяц изменилось. Замечательно. Спасибо, Виталий Брамб, Агир Шарифов. Мы с Николаем не прощаемся. Новая тема через 20 минут. Спасибо. До свидания. До свидания.